Первый этап наложения зотообразного шва аналогичен по технике наложения простого узлового шва. После выкола иглы через ближний край раны ее перезаряжают в иглодержатели и повторно прошивают дальний и ближний края раны, сместившись в сторону от предыдущего стежка на 5-10 мм. Техника вязания узла и срезания нитей аналогично таковой при простом узловом шве. Данный шов используется для дополнительной герметизации культи аппендикса при аппендиктомии для гемостаза в мышцах при ампутации конечностей.